Всем привет! В этом видео поговорим о том, почему Германия считает, что российская вакцина спасет Европу. После волны критики в западных СМИ, посвященных американским вакцинам Модерна и Биотех, о массовом выявлении побочных эффектов у пациентов, принявших эти препараты, внимание европейских политиков переключилось на альтернативные вакцины. Как быстро выяснилось, высокую эффективность наряду с американскими вакцинами показала только российская вакцина «Спутник В». При этом после ее применения до сих пор не выявлено сколь-либо значимых побочных эффектов, так как от применения американских вакцин практически каждый день гибнут люди. Их счет уже заперевалил за несколько сотен. В своем видео, опубликованном немецким масштабным ресурсом, имеется ссылка на результаты исследований, опубликованные в самом авторитетном британском медицинском журнале «The Lance». В нем на прошлой неделе вышла статья о том, что российская вакцина может быть рекомендована для массового применения. «Спутник В» легко переносится пациентами, включая пожилых людей старше 60 лет, и не вызывает каких-либо серьезных ослаждений. Статью в британском журнале уже успел прокомментировать французский президент Макрон, который заявил о том, что на русскую вакцину в Европе надо обязательно обратить свое внимание. Положительную оценку нашей вакцины недавно также дали ведущие американские инфекционисты в Гарварде и Стэнфорде. К настоящему времени Россия заключила контракт на поставку вакцины с 21 страной мира. В Европе с двумя странами, Венгрией и Сербией, достигнута договоренность по объемам поставки. Многие страны, такие как Белоруссия, Аргентина, Боливия, Алжер, Казахстан уже проводят массовую вакцинацию своих граждан российской вакциной. На начало февраля 2021 года суммарный объем заказов российской вакцины другими странами превысил 2,5 миллиарда доз. Наша страна выходит на лидирующие позиции на мировом фармацевтическом рынке и способна подъяснить именитых западных конкурентов. При этом на подходе еще 2 новых российские вакцины, эффективность применения которых также превышает 90%. Ни одна другая страна мира такими успехами в разработке препарата от коронавируса похвастаться не может.